В семье состоялась пресс-конференция, организованная футбольным клубом «Елемай». Главная тема встречи – завершение первого круга премьер-лиги КФЛ. Подробности в сюжете коллеги. На пресс-конференции собрались представители средств массовой информации, а также болельщики футбольного клуба. Участники встречи смогли задать интересующие их вопросы. Один из них – пополнится ли команда новыми игроками. Работа не останавливается. Она всегда ведется, идет круглый год. Сейчас открылось трансферное окно. По мере поступления обязательно вы будете это узнавать. Мы заявили сейчас уже Данила Пенчикова. Поэтому в ближайшее время будут еще ребята. Поэтому вы все узнаете. Напомним, 30 июня на домашнем поле команда «Елемай» приняла футбольный клуб «ЖИТСУ» из Сталдыкургана. Игра завершилась в ничью. Стало известно, что в ходе игры пять футболистов «Елемая» получили различные травмы. На пресс-конференции поинтересовались, когда травмированные игроки снова выйдут на поле. Могу сказать, что работа ведется ежедневно, можно сказать, и в ночное даже время. Потому что травма или состояние, которое испытывает на данный момент какой-либо из игроков, безотлагательно, конечно, купируется. Проводим определенные сначала диагностические мероприятия, ну и в дальнейшем уже выстраиваем план лечения. И вот как раз на ваш вопрос подается табель о примерном вступлении, вхождении в основную группу травмированного или больного игрока. Помимо этого участники подняли тему с нечестным судейством на матчах. Ведь, как известно, семейский «Елемая» был не согласен с решением судейства полуфинального матча Кубка Казахстана против Ахтубе. В связи с этим спортивный директор «Елемая» Федор Семениди подал обращение департаменту судейства и инспектирования Казахстанской федерации футбола. «Сами видели полуфинал Кубка, где мы могли выйти. Ну, считалось так, когда суди потом говорят, что мы ошиблись, и их потом после этого наказывают, вот я был буквально на совещании на той неделе, и сказали, да, он ошибся, мы его наказали на месяц. Но его наказали, но нас лишили финала Кубка. Мы только хотим улучшить, поэтому мы хотим поставить больше камер. У нас единственный клуб, которым мы предлагаем у федерации увещателей, семь камер на стадионе. Мы предлагаем, что мы готовы еще свои камеры поставить, свои ПТС». Напомним, следующая игра футбольного клуба «Елемая» будет проходить 6 июля в городе Шимкент в рамках нового турнира Лига Кап с командой Ордобаса.